Всем привет, дорогие друзья! С вами AppleLine, рубрика посвящена обзору приложения для Android. И первое приложение на сегодня это приложение Retrica. Это камера с большим количеством разнообразных фильтров и различных настроек. Давайте на всё быстренько посмотрим. Сразу же давайте сначала войдём в настройки и посмотрим, что вы здесь можете делать. Вы можете проапгрейдить версию до Pro-версии, но в принципе это не обязательно. Дальше. Что можно делать? Можно сохранять превью, то есть фотку без фильтра. Можно настроить гео-таргетинг, можно поставить вводный знак на фото. То есть это может быть логотип Retrica, может быть любое ваше лого, может быть какое-то ваше фирменное лого, не знаю. Но можно даже это отключить. Я отключил лично. Ну вот, собственно, и всё, что есть в настройках. Здесь вы можете переключаться между фронтальной и задней камерой. Дальше. Вы можете настраивать вот эти вот штуки, забыл, как они точно называются. Виньетирование, если я, конечно, не ошибаюсь. Можно настраивать размытие искусственное. Дальше. Вы можете выбрать цвет рамки, например, широкая рамка и белая. То есть, когда вы сделаете кадр, у вас будет толстая белая рамка, либо же чёрная, либо же её вообще можно отключить соответственно. То же самое можно сделать и со всеми остальными эффектами. Можно также поставить ещё таймер. А, ну что я ещё не сказал. Наверное, самое интересное – это вот эта вот функция. Здесь вы можете выбрать размер фотки 3х4, 1х1, либо же вообще вот такие вот, как сказать, неформатные. Давайте выберем 1х1, что, наверное, привычно для Инстаграма. И, например, выберем шаблон. Ну, давайте вот такой вот. И дальше мы отправимся уже в раздел фильтров. Фильтров? Ой, это не фильтры, это смотреть не надо вам. Так, в раздел фильтров. Вот они. Какие здесь есть фильтры? Здесь их очень много. Но вот, например, Super Bowl недоступны. Они доступны только за определённые вознаграждения. Итак, также недоступны Cinema и недоступны Plexiglass. А все остальные наборы, то есть 6 наборов, доступны абсолютно бесплатно. И здесь, в принципе, достаточно много интересных различных фильтров. Как вы видите, сейчас они все меняются. И, естественно, они будут выглядеть намного круче, если вы будете фотографировать пейзаж, себя или ваших друзей. Ну что ж, теперь давайте выберем какой-нибудь уж фильтр и отправимся уже непосредственно в процесс съёмки. Хочется показать, как данное приложение делает коллажи. Если вы помните, мы выбрали шаблон, и давайте теперь это сделаем. Вот, всё, две фотографии я сделал, они автоматически объединяются, и вот такой вы получите коллаж. Это будет намного круче выглядеть, соответственно, если там будете вы, ваши друзья. И, в принципе, после этого вы сможете отправить фотку в любую социальную сеть, либо сохранить, либо, ну не знаю, что делают обычно с фотками. Второе приложение называется Willy. И с помощью этого приложения вы сможете достаточно удобно управлять всеми мультимедийными данными ВКонтакте в вашем профиле. Итак, давайте посмотрим, что вы здесь можете делать. Вызываем правое меню, и здесь мы видим, что у нас есть раздел документы, раздел фото, видео, музыка. Также есть ещё настройки. Сейчас мы находимся в разделе музыка. И что мы можем делать здесь с музыкой? Допустим, мы можем нажать вот на три точки, можем загрузить, скашировать, удалить, либо же отправить ссылку. Дальше, что вы можете ещё делать? Вы можете выбрать вот такой вот режим, выбрать все песни, которые вам нравятся, и их нужно скачать вот таким вот образом, и скачивать именно те песни, которые вам нужны. Так, давайте сейчас это всё уберём, нажмём «Готово». Дальше, что вы можете также делать? Вы также можете загружать песни. То есть, с своего устройства вы можете легко сюда загрузить любую аудиокомпозицию. То же самое вы сможете делать и с видео, с фото. Можно прям загрузить сразу целый альбом, либо же наоборот его скачать. И то же самое, соответственно, вы можете делать и с документами. Вы можете скачать сколько угодно документов, сколько угодно документов загрузить сюда. И что ещё стоит отметить? То, что, например, открыв в диспетчере файлов, точнее в менеджере файлов, или в галерее любую аудиопесню, любую фотографию, любой файл, вы можете с помощью кнопочки «Отправить» отправить сразу через это приложение данные ВКонтакте. То очень удобно и, в принципе, программа, наверное, можно сказать, достаточно уникальна, универсальна и в повседневной жизни очень даже может пригодиться. Третье приложение называется «Айшкола». Я уже забил небольшое расписание на понедельник, потому что он завтра. И давайте на примере понедельника посмотрим, что здесь и как. Кстати, расписание создавать достаточно легко. Для этого необходимо нажать кнопочку «Расписание». Выбираем, например, вторник, кликаем по нему и, соответственно, добавляем урок. Здесь уже все названия предметов, какие только могут быть, забиты. Допустим, ОБЖ давайте добавим, номер кабинета писать не будем. Возвращаемся назад, и, как вы видите, ОБЖ у нас добавилось. Вы можете отредактировать время, перемен, время уроков, сделать всё, как вам, соответственно, удобно. Ну так, вернёмся в дневник. Что мы здесь видим? Понедельник, алгебра. Как вы видите, у нас здесь присутствует вот такой вот значок в виде листа. Что же это значит? Это значит, что у нас есть домашнее задание. Кстати, домашнее задание вы можете как? Забить с помощью текста. Также можно сфотографировать доску, что очень удобно. Можно также ещё оставить дополнительную заметку. Но посмотрим на другие разделы. Можно просто просматривать все заметки на определённые дни. Можно просматривать домашние задания. То есть, по дням недели будет расписано, где у вас какое домашнее задание. Я, конечно, понимаю, что учиться ещё осталось, наверное, недели две в школе. Но, по крайней мере, я советую вам скачать данное приложение. И в следующем учебном году оно вам очень даже пригодится. Последнее приложение на сегодня называется «Подбор подарков». И давайте посмотрим, как это приложение работает. Нам необходимо выбрать пол. Дальше необходимо выбрать возраст. Давайте посмотрим, например, что можно мне подарить. Так, сколько мне лет? 23. Итак, посмотрим, какие же подарки мне предложит данный сервис. Бейсбольная бита. Да, мне бейсбольная бита очень пригодится. От кого-нибудь отбиваться. Детский апвайт тинейджер. Но вот это мне, наверное, не пригодится. Потому что, наверное, детский размер обуви мне не совсем подойдёт. У меня 45-й. Так, MP3-плеер. Но это другое дело. Правда, в принципе, я могу слушать музыку на планшете или на телефоне. А вот PlayStation 4 на 500 гигабайт. Вот это, я думаю, подарок будет прямо для меня. Умные часы Galaxy Jir. Акустическая гитара. Гантельки. В принципе, неплохо подбирает. Вот есть пластиковый сноуборд. Даже за 400 рублей всего лишь. И, наверное, ему я был тоже рад. Хотя я ни разу не катался на нём. В общем, если вы не знаете, что подарить, это приложение хоть как-то сможет что-то вам подсказать. И, например, что-то выбрать. Давайте посмотрим, например, 18 лет. Что на 18 лет нам предложат подарить. В принципе, похожий набор подарков, но немного отличающийся уже от моего. Есть манекен для отработки ударов. И да, на 18 лет подарков можно подарить намного больше. Ну что ж, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был я, Юрий Аксёнов. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Будьте в курсе всех новых игр и приложений. И смотрите мои ролики каждый день.